всем привет дорогие друзья сегодня мы решили показать сделать для вас точнее видео о погоде в январе потому что многие спрашивают какая погода в январе и например последние два дня позавчера и вчера в Алане стояла очень яркая солнечная и теплая погода температура была до 25 градусов на солнце а сегодня 18 января уже пасмурная погода и начинается дождик поэтому вы вам мы покажем вам одни и те же места на набережной как они выглядят солнечную погоду и как они выглядят в дождливую погоду чтобы вы видели насколько алании может быть контрастной и яркой и в солнечную погоду и такую пасмурную погоду как сегодня мы сейчас едем по верхней набережной и подъезжаем на одну из красивейших смотровых площадок откуда открывается вид на набережную алании несмотря на пасмурную погоду вы видите деревья зеленые красивые яркие но не так жарко как было вчера вчера некоторые даже ходили футболки потому что на солнце было ну очень 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 жарко вот такая она набережная в пасмурную погоду и помните я вам рассказывал о том что зимой в январе месяце мэри алании привозят центр города снег вот что осталось от этого снега лежит он здесь уже около недели и постепенно тает но детки все равно приходят и играются в снегу вот такая вот получилась классная снежная снежная песочница ну а пасмурную погода кое-когда пробивается солнце конечно но все равно пасмурно вот так вот выглядит набережная алании а сейчас мы переключаемся в во вчерашний день и вы увидите как здесь было классно ярко и солнечно когда светит солнце потому что цвета совершенно другие небо совершенно другое все совершенно другое мы очень много общаемся с местными жителями и с туристами и все пришли к такому выводу что когда воланье пасмурно идет дождь плохая погода ветрено нам местным жителям кажется это не очень комфортно такой неприятной погодой а тем кто приезжает из других более холодных городов это кажется очень хорошей и теплой погоды но вот например сейчас пасмурно но ветер не холодный такая вот комфортная комфортная атмосфера поэтому все познается как говорится в сравнении все всегда все всегда очень очень субъективно многие из вас спрашивали о том где находится трамвайчик который возит туристов по городу вот он трамвай трамвайчик и находится он прям у подножия красной башни то есть вы можете спуститься на набережную около красной башни и прокатиться на этом трамвайчик и вы можете пройти со со стороны центра также дойти до этого трамвайчика сейчас мы идем к одному из самых красивых мест валаник красной башни на которую обязательно обязательно поднимите наверх когда вы приедете валаник и еще для тех кто не видел я хочу вам показать что вот в этом здании под красной башни находится гербари небольшой музей в который вы можете зайти и увидеть не только как выглядит изнутри традиционный турецкий дом но и в центре города окунуться вот такую вот невероятно красивую тихую атмосферу оазис оазис в центре города вот здесь вот вход в гербарий а здесь находится небольшой парк где также растут апельсиновые деревья вот апельсины лежат прям на земле здесь очень красиво уютно поэтому если вы устанете от суеты на набережной обязательно поднимитесь в этот парк потому что вот они апельсины уже конечно все опали но до сих пор висят немного вот такой вот здесь красивый потрясающий парк особенно в жаркое время года когда вы гуляете по набережной когда солнце очень сильное загляните в этот садик он практически всегда открыт но я думаю что на ночь закрывают конечно потому что музей тоже закрывать но обязательно обязательно зайдите сюда вы увидите не только турецкий дом но и почувствуете вот такую вот классную атмосферу атмосферу загородного дома друзья прежде чем я вам покажу как выглядит набережная в дождливую уже начинается дождь дождливую пасмурную погоду сначала посмотрите как она выглядела вчера когда было яркое солнце и было очень очень тепло ну а вот так вот выглядит набережная сейчас на следующий день когда пасмурно но волны сегодня что удивительно волны вон совершенно нет помните в прошлом видео с этого места в прошлом видео я вам показывала тоже один из январских дней и были очень сильные волны ссылка на это видео в описании а сегодня волн совершенно нет и все очень спокойно тихо и красиво посмотрите какие облака горы все настолько ярко графично даже море невероятного цвета и конечно же когда вы приезжаете в алании в любое время года обязательно посетите красную башню судоверфь и поднимитесь на одну из смотровых площадок на крепость и обязательно прокатитесь на канатной дороге и посетите один из традиционных турецких домов который сейчас является музеем вход совершенно свободный там вы увидите традиционный турецкий дом отреставрированный невероятно красивый и вы сможете увидеть изделия вещи сделанные из бананового волокна который алания запатентовала не сейчас начнется производство вещей откроется фабрика где будут производить вещи и обувь из бананового волокна она немного напоминает в готовом виде шелк но все равно является невероятно экологичным и красивым сейчас мы проходим мимо красной башни в пасмурную погоду мы наверх не пойдем а сейчас вы увидите как алания выглядела вчера в солнечную погоду это было невероятно это было просто здорово я в красной башне было уже наверное миллион раз но все равно постоянно сюда возвращаюсь потому что атмосфера красной башни атмосфера собой крепости она завораживает и крепость можно открывать просто не просто годами а десятилетиями столько здесь всего интересного сейчас переносимся в завтрашний во вчерашний день когда была солнечная погода а декабря руководитель и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Которые растут прямо в крепости. Именно эти апельсины используют для сока, который подают вам, когда вы приходите в одну из местных кафе. В крепости Аланье, около крепости Аланье расположен пляж. Вот этот пляж, это один из наших самых любимых пляжей, потому что здесь практически никогда не бывает волн. Даже когда есть волны на других пляжах, и здесь всегда красивая чистая вода. Ну, конечно, кроме пасмурной погоды и дождей. И обычно с этого пляжа мы доплываем до самой судоверфи и любуемся судоверфью не изнутри, а непосредственно с моря. Здесь у нас есть пристань, на которую приезжают лайнеры из разных стран. Ну, и, конечно же, отсюда открывается тоже красивый вид на Красную башню. Теперь переносимся во вчерашний день, в солнечный день, и увидим, как же это место выглядело в солнечную погоду. В крепости Аланье вы можете найти всё, всё, что вы хотите. Вы можете спокойно прогуляться по крепостным стенам, вы можете подняться на самый верх и также прогуляться сверху вниз, с самого верху крепости в самый низ. Не спеша, любуясь прекраснейшими панорамами Аланьи, в крепости расположено несколько смотровых площадок. Есть одна тайная смотровая площадка, которую, на самом деле, мало кто знает, но когда будет солнечная погода, мы туда съездим, и вам я её обязательно покажу. Я вам рассказала. Да, вот вы видите, я стою около Красной башни, и паровозик, который возит туристов, находится прямо вот внизу. Стоит, по-моему, 8 лир на человека. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем всего хорошего. Айхан тоже с вами прощается. Желаю всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok